Ребята, всем привет, с вами Александр и сегодня мы погрузимся в мир доисторических монстров, а именно познакомимся с Мегистатерием. Мегистатери это гигантский геонодонтит, который обитал в раннем и среднем миоцене примерно 20-15 миллионов лет назад. Это гигантское млекопитающее считается одним из наиболее крупных когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих хищников, представитель отряда криодонтов. Криодонты в свою очередь делились на два семейства, приблизительно с 80 родами и более чем со 180 видами животных. Две основные группы это аксеониды и геонодонтиды. К аксеонидам относится саркостодон, прокачка которого у нас была и он у нас есть в парке, а представителем геонодонтидов является естественно геонодон. Несмотря на внешнее сходство с современными хищниками, такими как кошачьи или собачьи, в настоящее время предполагается, что геонодонты не были предками хищников, а имели с ними общего предка, но вымерли и никого после себя не оставили. Основным отличием геонодонтов от современных хищников является малая подвижность челюсти. Подобно крокодилам у них был очень сильный укус, но они не могли нормально жевать и обгладывать пищу. Ну и естественно мозг уступает современным хищникам. Полное название Мегистотерия состоит из двух слов. Первая часть Мегистотерии переводится как величайший зверь, а вторая часть раздавливающей кости. Окаменелые останки их находят в восточной и северо-восточной Африке, а также в Южной Азии. Он был описан Робертом Сэвиджем в 1973 году. Окаменелостей данного животного было найдено очень мало. Он предположительно имел длинную голову, удлиненное приземистое туловище и короткие мощные лапы. Предположительно его длина с головой составляла 4 метра, а длина хвоста была примерно 1,60 метра. Высота в холке могла достигать 2 метров. Наиболее полная и хорошо изученная находка окаменелостями Гистотерии это череп. Это череп без нижней челюсти. Он был 66,4 сантиметра в длину. 47 сантиметров ширина в скулах и обнаружен он был в Ливии. А находки фрагментов челюсти и зубов из Пакистана и Египта на 20-30% больше ливийских. Что предполагает размер черепов около 80-90 сантиметров. Представляете себе ребята, метр длина головы. Вот это вам собачка такая. Вес Мегистотерии оценивается 880-1400 килограмм. Зубы у них были мощные и крупные. Верхние зубные ряды сходятся под острым углом 30 градусов. Что является одним из доказательств специализации Мегистотериев как поедателя очень крупной добычи. Также отличительной чертой Мегистотерии от других геонодонов является расположение глаз. То есть у них глаза были расположены ближе вперед. То есть как у человека, как у современных собак и кошек. То есть глаза больше смотрели вперед. Это дает лучшее бинокулярное зрение. Что позволяет лучше оценивать расстояние к жертве. Шея у этих животных была очень сильной и развитой. Что свидетельствует также об активном удержании жертвы. Ближайший родственник Мегистотерия это Гиенайлур. Предположительно они происходят от общего предка рода Птеродон. Только не путайте его с Птеродоном. Ну а теперь ребятки пойдем-ка его прокачаем. Вот так вот выглядит наш герой сегодняшней серии. Родственник Гиен. Так давайте сейчас мы сравним то что у нас писал интернет и то что пишут люди. Как и у большинства хищников Канезойской эры, пик жизни у Мегистотериев пришелся на эпоху Эоцена. После чего их вытеснили хищники более поздних периодов. Отлично. Кстати здесь видите и первая эволюция и вторая эволюция написано одно и то же. Бочинка. Так. Эволюция 3. Мегистотерий является родственником Гиен. Однако по размерам он ближе к современному белому медведю. Конечно вес около тонны это только самый крупный это Кадьякский медведь. Ну то есть это на острове Кодьяк. В Америке живут бурые медведи. Самые крупные считаются. И естественно белый медведь. То есть около тонны их вес. Так ну что. Давайте сейчас мы тут качнем. Что нам надо. Так. Три штучки у нас есть. Первый. Первый. Такие вот показатели. Это у нас редкий как видите. Десятый уровень. Двадцатый уровень. Ну и тридцатый уровень. Вообще-то ничего не поменялось. Кроме как раскрасочка только появилась. Давайте сделаем еще одного двадцатого. И пойдем сражаться. Ну конечно. Чтобы они могли кушать как не бедную несчастную дадошку. И в варке лупим мы дадошек. И тут все лупят дадошек. За что же их все так не любят а? Да. Мегиста Терри кстати. Как вы могли заметить. Есть и в арке. И есть и в Джурасик Парк Билдер. То есть они есть везде. Но в то же время информации по ним довольно мало. И изображений тоже всего лишь там. Кот наплакал. Всего лишь там два-три десятка кое-каких изображений можно накопать. Так. Ну что. Мы теперь готовы. Готовы двигаться дальше. Ой-ой-ой. Тут прям у нас так все красочно нам показали. Ну ладно. Мы не унываем. Это дикая природа. Завтра у нас будут ребятки. Ну наверное может в субботу будет. Может в воскресенье будет у нас этот турнирчик. А мы сейчас пойдем. Да. Пойдем. Только надо посмотреть показатели. 480 на 88 и 733 на 135. Так. 480 на 88. Это да. Попробуй-ка сюда еще доберись. Кстати видите здесь у нас рядышком находится и сумчатый лев. Но первого уровня у него удар существенно помощнее. Так. Ну наша задача сейчас вот так вот. Так. А дальше там у нас было 700. То есть у него мало жизни. Точнее много жизни. Но слабый удар. Вот собственно говоря саркастодон. Смотрите на 40 уровне. Вот так вот. Саркастодон и амфицион ребятки. У нас здесь рядышком. Ну а вот наши мегистатерии. Кстати видите они по силе все примерно равны. Но мегистатерии у нас получается танкует среди всех этих динозавров. Мелека питающих конечно же. Погнали в бой. Так спинники у нас тут. Спинник 1, спинник 2. Кстати спинник тоже примерно по характеристикам схож с нами. Он больше танк чем демагер. Да по поводу ребятки нового гибрида который у нас будет. Это же ну конечно же у нас ошибочка получилась у разработчиков. Там будет не синтета церос. Не млекопитающий этот олень. А будет тирезинозавр. То есть так что там в разделе сообщества ребятки. Можете пойти подголосовать. Какое будет название у нашего нового гибрида. Тут у нас спинозавр такой непростой. С подвохом. Че да это же я забыл. Мы играем якобы с реальным игроком. Ну давай 4. Ну ладно давайте принесем жертву нашего первого мегистатерия. 7 баллов атака на 7. Молодец. Блин классно. Классно атакует спинозавр. Выглядит хорошо. Так и наш песик. Ну тут у него как-то голова маловато. Мне там понравилась картинка когда у него была длиннючая голова. Он проатаковал на полную. И мы смело можем его сгрызть. Песик который вымер 15 миллионов лет назад. Интересно. А когда додошки появились? Вымерли то они примерно в 1800-х годах нашей эры. Да а вот. Когда они появились. Могли мегистатерии их реально скушать. 6. Но это его никак не спасет. Чезен Гоптер. Оуууууууууу. Классно 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 классно. Классная картинка. Классные пейзажи. Хе-хе-хе. надо было ему косточку кинуть чтобы он ее поймал крутим нашу волшебную рулетку дайте мне пожалуйста хотел как миллион баксов ну ладно 30 баксов сойдет сойдет так и возвращаемся ребятки амфицион так у нас ну не амфициона саркастодон вот собственно гиенадон тоже от ног и вы тоже родственник скажем так ну выглядит конечно круто гиенадон мне нравится гиенадон а вот саркастодон то есть такое полу медведь полубобер на странные существа но они реально не были хищники то есть они не являются представителями хищников то есть хищники это отдельный класс животных то есть не просто те кто едят мясо а это вот животных которые должны соответствовать определенным параметрам и вот эти вот животные не являются хищниками они тоже охотились но но не умели так хорошо охотиться как современные животные давайте тогда делаем эволюцию а звук такой как будто бы он кость перекусил ам-ням-ням-ням-ням-ням так ну и у нас появилась грива прям как какой-то холеный волк ну хотя дам он не является предками собак это отдельная такая себе веточка тупиковая веточка эволюции которая вымерла полностью собаки произошли от других существ то есть нам родственник гиены он получается у нас смотрим кто 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 к нам идет мегиста терий вот такой вот у нас панк получился панк ну на вид тут как как собака только немножко более приземистый более короткие лапы хотя аут белый медведь у него то лапы очень длинная он высоко над землей ходит ам-ням-ням ну и погнали сажаться 1000 на 191 посмотрим где он за какое место занимает среди кого и как видите вот он находится рядом с 20 тирексом ну из-за слабости своего удара ну и кстати синтета церос находится здесь тоже рядышком давайте возьмем синтета цероса возьмем мегиста терия и тирекса не 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 тирекс не возьмем давайте раз у нас здесь смелодон оказался то и возьмем смелодон чека погнали так что ребятки не забывайте ставить пальчик вверх то что чтобы снять вот это вот коротенькое видео уходит в несколько часиков на подготовку монтажку и все остальное не ленимся ставим пальчик вверх а еще лучше делимся делимся с друзьями так это было больно так но у нас все кайны зольские а тут у нас все динозаврики соответственно нам не страшно давай на пять на пять метре ринг давай 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 молодец ухты как-то он так трагично совсем умер прям жалко стало такти резина бьет слабо даже не буду ставить защиту у него там удар будут в районе соточки 122 да кстати тоже наш герой даст мы его сольем и получим нового гибрида так давайте попробуем его сохранить я вообще не считал что этом view ладно хватило хорошо а вот этот пятый балл да кстати я бы не пробил его если бы там был балл но я должен выжить живи мегистотерии живи да молодец красавчик я хочу сделать супер удар супер удар нашим вкачаным мегистотериям а для этого мне нужно накопить побольше баллов на и на противник наш в недоумении что здесь черт возьми происходит что он чудит но не знает о нашем тайном замысле вот эту картинку я хотел увидеть злой и свирепый мегистотерии ну что ж ребятки на это наша серийка подошла к концу если вам нравится серики такого формата обязательно ставим пальчик вверх пишем приятный комментарий и до скорых встреч всем пока а